1 октября в Махачкале на площадке Русского театра состоится открытый чемпионат Дагестана по стритворкауту. В чемпионате будут состязаться сильнейшие спортсмены северного и южного федеральных округов. Как проходит подготовка дагестанских атлетов и какую поддержку оказывают этому движению в республике, выяснял Гамзат Турмугамедов. Красота, сила и харизма. Этими качествами обладают профессиональные воркаутеры. Они занимаются под открытым небом и выполняют такие трюки-выкрутасы, которые не каждому по силу. Динамика движений завораживает сотни силовых упражнений, на первый взгляд не сложные, но на которые затрачиваются колоссальные усилия. Воркаут один из самых молодых видов спорта среди любительских. Дагестанские ребята начали увлекаться уличным спортом 3 года назад. Первые тренировки проходили в столичной школе номер 8. Приходило на них всего 5-6 человек. Сегодня же сотни ребят по всей республике занимаются и выступают не только на российском, но и на международном уровне. Мне понравилась доступность этого вида спорта и красота исполнения элементов. Ну, в общем, решил заниматься. Поначалу не думал, что буду заниматься на профессиональном уровне, но со временем как-то так сложились обстоятельства, что начал выступать на соревнованиях, занимать места и сейчас уже третий год занимаюсь. Для того, чтобы воркаут получил развитие, а спортсмены на высоком уровне представляли республику на турнирах, необходима поддержка со стороны спонсоров и государства. Ребята на свои средства приобретают тренировочный инвентарь и отправляются на соревнования. Но та часть талантливой молодежи, у которой нет возможности на такие траты, остается за бортом. Тренируемся, мы выступаем, занимаемся каждый день на улице, подготавливаемся. У нас мы ничем не отличаемся от науков, от уровня, от мировых ребят Европы. Власти выделили для ребят площадки для тренировок. Их приглашают на показательные выступления и оказывают поддержку в проведении разовых турниров. Но чтобы занимать первые позиции на мировом уровне, как отмечают основатели воркаута в Дагестане, этого недостаточно. Это как-то должно было решаться в государстве. Они должны понимать, что мы развиваем этот вид спорта. И этот вид спорта никак ничем не отличается от других видов спорта. Потому что у нас силовые, то, что мы отрабатываем, изучаем на улице, несколько лет уходят. То есть не каждый не сможет прийти и повторить то, что мы делаем. На это время требуется упорный труд. Поэтому мы тренируемся так же, как и другие спортсмены. И хотелось бы, да, конечно, поддержку от государства. Есть федерация, федерация именно поддержка какая-то. В Министерстве спорта отмечают, для оказания финансовой поддержки ребятам необходимо официально зарегистрироваться как федерация. Этим самым мы могли бы обосновать и помочь им в их организованном выезде на соревнования, на чемпионаты первой страны федерации и международные соревнования. Второе – это назначение старших тренеров по возрастам, юноши, молодежи, взрослые. И тем самым вели бы такую же работу, как порой, и работу со всеми другими видами спорта. Сюда на тренировки приходят люди разных возрастов и физических способностей. Для каждого новичка старшие воркаутеры разрабатывают индивидуальную программу. Потянуться 10 раз к начинающему спортсмену не так легко, не говоря уже о различных выкрутасах. Но через год упорных тренировок можно достичь впечатляющих результатов. Ребята на тренировках заводят не только друзей и единомышленников, но и становятся физически сильными. Учатся выполнять технически сложные трюки. На открытом чемпионате Дагестана, где соберутся лучшие спортсмены из Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Ставрополя и Краснодарского края, дагестанские турникмены продемонстрируют свои лучшие навыки и докажут, что этот вид спорта ничем не уступает профессиональному.